Сегодня в эфире общественного российского телевидения вышла программа «Большая страна», в которой принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. Повтор 3 июля в 0 часов 20 минут. Город Чебоксары стремительно застраивается, но в городе еще существует и ветхое жилье. Относиться к подобным мамонтам архитектуры следует очень бережно. Для того, чтобы избежать несчастных случаев, администрация города Чебоксары составила программу по капитальному ремонту. Как она реализуется, изучала Дарина Игнатьева. Людмила Васильевна помнит, как 40 лет назад заселялась в квартиру по проспекту Ленина. Уже тогда дом, построенный в 57 году прошлого века, нуждался в капитальном ремонте. За все эти годы, по словам женщины, масштабная реставрация проводится впервые. Ступеньки делают, плитками клеют. Мы, конечно, очень рады, ждали этого давно. Дом был у нас в аварийном состоянии. У нас полконы они вообще держались, на старых рамках держали. И мы боялись даже выходить на балкон. Упасно было. Укрепление балконов и реставрация фасадов в приоритете среди прочих ремонтных работ. Сегодня они ведутся в семи жилых домах столицы. Уже к 2016 году планируется завершить ремонт 258 зданий. Здесь применяются современные материалы. Балконные плиты ремонтируются с такими современными материалами, как пенитрон, пеникрит. Усиливаются металлические ограждения, устанавливаются оконы, ограждения, стеклопакеты. На ремонт фасадов и балконов в 2014 году будет потрачено более 13 миллионов рублей. Директор управления жилфонда отмечает, что собственники жилья принимают активное участие в капитальном ремонте. 25% от общего бюджета – это деньги жильцов, в чьих домах ведутся ремонтные работы. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика.